маленькая распаковка покупок худеющего человека, ну, просто обычного человека, на самом деле. Тут мало чего, потому что, ну, я просто забежала в магазин, но все равно это может быть любопытно, потому что здесь вообще не ПП. И мне кажется, интересно наблюдать за тем, как формируется продуктовая корзина человека, который сбросил так много веса и продолжает его сбрасывать. Ну, продуктовая, вообще я шла за этим. Я просто обожаю и не могу делать уборку без этой штуки. Именно лимонная для пола. Есть еще у них лавандовая, но я ее не люблю, я люблю, чтобы свеженько пахло лимоном. И мне кажется, что когда моешь просто водой, ничего не очищается достаточно, что ли, не знаю. В общем, всегда покупаю такую, без нее даже не могу делать уборку. Еще купила такие хлебцы. Хлебцы, хлебцы, как правильно, не знаю. В детстве такие мама покупала, только они были не в таких упаковках, а на разрез именно с луком. Вообще, мои любимые такие вот эти круглые с рисом, но с рисом их никогда не бывает нигде, я не могу их найти. А эти просто очень удобно брать на работу, я вот поняла в последнее время. Потому что я перекусывала сладким, а сладкое больше хочу... Не то чтобы хочу совсем убрать сладкое, но надо бы мне снизить количество потребляемого сахара. Я в видео тут в одном рассказывала о том, что, оказывается, при рассеянном склерозе крайне нежелательно есть много сахара сладкого, и, в общем, надо заняться этим вопросом и урезать сладкое. Тем более, я не фанат сладкого, не фанат сахара, и обычно от этих перекусов с шоколадками у меня потом не очень такое состояние, очень быстро хочется снова есть, и ты не освещаешься. В общем, решила, что это будет намного удобнее в качестве перекуса. Еще я купила картошечку, и сегодня буду жарить ее. Наверное, на обеды, может, на ужин. Вообще, у меня осталась еще до сих пор еда, которую я ела всю неделю, я наготовила так много еды, и ела ее всю неделю на обедах, на работе, брала с собой. У меня она еще осталась, и ее надо доесть, если она еще не испортилась. Так что, не знаю, сегодня я буду есть картошку, и завтра картошки я взяла вот это. Это просто идеальное сочетание, это прекрасно, и это классный салат, и здесь заправка какая-то не сильно жирная, потому что такой обычный коус-лоу, он, ну вот, допустим, в пятерочке, или где-то если покупать, он прям с майонезом, и плавает в этом жиру, и как-то даже неприятно. А здесь прикольный соус. То есть вот это мне нравится штука. Пам-пара. Вот это я просто обожаю. Я это обожаю. Я забыла, что мне надо было купить еще, наверное, овощей. Ну ладно. В общем, я фанат всякой заморозки, которую можно положить в холодильник, и есть, когда надо, потому что когда много готовой какой-то еды, продуктов, которые так или иначе быстро портятся, я никогда не успеваю их есть, потом все это выкидываю, жалко, и вообще. И купила тушеную индейку вот такую. Я один раз пробовала ее, и она вроде ничего. Конечно, самокатовская куриная ветчина в консервах намного вкуснее. Тут, ну это не такая классная, как самокатовская куриная ветчина. Но здесь большая банка, и я хочу сделать опять много еды, чтобы всю неделю есть на работе. Просто смешаю с макаронами, у меня будут макароны с тушенкой, просто не со свининой, а с индейкой. Вот, такие дела. Все, это все покупки, их очень мало, но надеюсь, что все равно это было интересно. Вот, и мне кажется, что здесь нет ничего такого страшного, что могло бы кого-то прям сильно удивить, что типа вот ешь такую еду и худеешь. Тут, в общем-то, все нормально, а картошка, ну не знаю, картошка и картошка. Посмотрите, калорийность картошки. Это не физический продукт. 75 калорий на 100 грамм. Почему все демонизируют картошку? Не нужно есть вот пачками вот такими и худеться. Я не знаю, что у вас у нас картошка. Короче, вот такие продукты, вот такая распаковка. Спасибо, если вы это посмотрели. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok